Добрый вечер, в студии Юрий Тишков. Сегодня мы говорим о том, что в Красноярске начал работу Общественный совет по вопросам ЖКХ. Елена Пензина, депутат Красноярского городского совета, приняла участие в первом заседании этого общественного органа. Елена, здравствуйте, с вами сегодня об этом мы поговорим. Здравствуйте. Появление Общественного совета по вопросам ЖКХ это попытка подключить общественность и экспертное сообщество к решению общегородских проблем. Уже первое заседание этого совета принесло свои результаты. Например, решено усовершенствовать рейтинг управляющих компаний. и опубликовать разъяснения для жителей о том, как формируется стоимость коммунальных услуг. Особое внимание обратили на внедрение энергосберегающих технологий. Кроме того, совет будет помогать жителям выстраивать отношения с управляющими компаниями. Одна из задач Общественного совета – выработать механизм объективного реагирования и оперативного реагирования на обращение граждан. Ну вот, все правильно сказал? Ну да, все правильно. Я бы только добавила, наверное, что еще одна из целей Общественного совета – это сделать коммуналку для людей, а не людей для коммуналки. Потому что сейчас как раз происходит все ровно наоборот. И люди за свои деньги вынуждены ходить, обивать пороги, писать какие-то письма, жалобы. Ну и по факту получают некачественные услуги. Ну а состав совета в этом способствует? Потому что если коммуналка для народа, то и совет должен состоять из народа, а не из чиновников от ЖКХ. В основном туда входят представители Совета многоквартирных домов. Это как раз вот тот орган, который избирается самими жителями и состоит из жителей. Туда вошли депутаты городского совета, энергетики. Поэтому я не могу сказать, что туда вошли в основном чиновники. Что в принципе меня радует, потому что как человек, который отстаивает, наверное, позицию, что должно формироваться гражданское общество. И когда люди будут инициативными, тогда и, возможно, быстрейшее решение очень многих проблем. Меня это радует. Я вот, например, полгода назад обратилась к Тхану Шукреевичу с предложением о создании вот такого общественного совета. Этот вопрос был изучен всесторонне. Дано было поручение им, Департаменту городского хозяйства, разработать положение этого общественного совета. Вот он теперь заработал. Я надеюсь, что достаточно большой спектр вопросов, который поможет жителям решить свои проблемы, будет на нем решен. Я как раз хотел спросить, как работать. По какому принципу будет собираться этот общественный совет? Как туда будут поступать, ну, я не знаю, вопросы, наказы от жителей города? Как они будут, каков механизм доведения этих поручений, выводов, заключений, протоколов от заседания общественного совета до власти и порядок их реализации контроля за тем, как они реализуются? Ну, на первое заседание общественного совета абсолютно понятные были вынесены вопросы. Они на слуху, они во всех жалобах. Ключевой вопрос – это не раскрытие информации. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день прокуратура возбуждает дела и выходит в суд. Именно вот по нераскрытию информации один из руководителей управляющих компаний был вот недавно совсем прокуратурой дисквалифицирован в работе. Поэтому жалобы такие и есть. Более того, отчитывалась перед нами жилищная инспекция. Их опыт, их проверок говорит о том, что из 30 проверенных предприятий, 45, вот как раз там, да, работали с нарушением. Ну, это треть предприятия. Из 45, 30. Из 130, 40, 45. Из 130, 45. Это 30% предприятий с нарушениями. Да, вынесены представления. Соответственно, как бы ведется сейчас работа, чтобы ту информацию, которую жители хотели получить, они ее в итоге получили. Следующая серьезная очень тема, которая, скажем так, ну, волнует жителей, и скандалов на эту тему было огромное количество. Все мы знаем про задолженности по ресурсам, когда управляющие компании не перечисляют... Когда жители платят, а управляющие компании не перечисляют дальше. Да, при этом, ну, примерно 96% сбора денег с населения происходит. Но мы прекрасно знаем, да, и миллиард фигурировали суммы, когда идут долги домов, то есть, фактически, жителей, да. Которые на самом деле исправно платят. Соответственно, ну, я вот, например, сделала предложение такое, что помимо собственников квартир и жителей, у нас есть собственники квартир, муниципалитет. Администрации районов, за администрациями районов закреплены эти квартиры, и по жилищному кодексу администрации районов имеют право выйти к жителям с собранием, общего собрания жителей, и вынесением вопросов о том, чтобы платежи энергетикам, например, и другим ресурсникам проходили напрямую. Прямую, минуя. Минуя управляющую компанию, либо ТСЖ. Это логично. Такое поручение Тхамшук Реевич дал. Сегодня департамент городского хозяйства будет готовить вот эти собрания. Соответственно, в ближайшие 3-4 месяца мы можем начинать говорить о том, что вот эта проблема закрывается, она реализована. Я думаю, что когда другие жители увидят, насколько снизились их долги, которые не они создали, соответственно, они примут точно такие же решения по дому. Тяжело очень проходят очень многие решения, связанные с жилищно-коммунальной темой, в силу того, что неактивны люди. Вот только хотел спросить, как вы с жителем все объясните это? Я думаю, что положительные примеры, когда они увидят, тогда вот они тоже начнут такие решения принимать. С точки зрения обывателя очень сложно осознать, что нужно предпринять для того, чтобы просто работающий механизм заработал. Да, я соглашусь с этим. Следующая тема, которая тоже достаточно серьезная, она актуальна для сибирских городов, это экономия на тепле. Понятно, что основной жилой фонд, он находится в достаточно сложном состоянии. Долго ремонты не проводились, швы промерзают межпанельные, соответственно, тепло уходит. У нас здесь зима длится практически 7-8 месяцев. И для нас, именно жителей сибирских городов, крайне важно, чтобы применялись какие-то энергосберегающие технологии. Вот в том числе на общественный совет были приглашены представители бизнеса, которые на сегодняшний день предлагают разные механизмы и технологии. Начиная от внедрения счетчиков, которые будут специально следить за подачей температуры и заканчивая новыми технологиями, которые подразумевают отделку фасадов, вот именно вот такую вот теплосберегающую. Опыт показывает, что те дома, которые воспользовались этими технологиями, дают очень существенную экономию. И уже эти деньги люди вправе направить на те или иные нужды, которые вот... Благоустройство, внутренние монеты и так далее. Да, да. Я вот как раз про осознательных горожан хотел еще задать вопрос, потому что и когда глава города был у нас на прямой линии, и до тех пор, месяца три до этого мы снимали сюжет о том, как одна из управляющих компаний создала огромный долг, и жители сорганизовались и отказались от ее услуг. Это было на правом берегу. И управляющая компания задержала документы, не возвращая документацию, в итоге жители не могут... Я могу привезти несколько домов, например, Щурса 57. Что делать-то? Они два года пытаются забрать документы. А Борисевича 10. Да, Борисевича 10. У них уже есть все решения судов, при этом они прошли все инстанции, включая апелляцию, касацию, подтверждающую, как бы, что они вправе уйти от этой управляющей компании. Вот и что физически-то дальше, что предпринять им? Ну, безусловно, мы живем в правом государстве, не возьмешь бейсбольную битую, не пойдешь выбивать эти документы. Вариант номер один, имея на руках судебные решения через приставов пытаться забрать эти документы. Вариант номер два, готовить эти документы самостоятельно. Это стоит денег, это стоит времени, но других вариантов сегодня нет. В помощь жителям сегодня, не сегодня, буквально вот в конце мая вышло новое постановление 461, по-моему, если я не ошибаюсь. Оно как раз очень четко регламентирует, каким образом эти документы должны передаваться. Я понимаю, что сейчас вот те, кто нас смотрит, да, могу сказать, что вот мы тут бюрократию сейчас разводим. Но в чем, наверное, прелесть этого документа? Там есть определенные сроки, чего не было раньше. И я считаю, что если в течение определенного оговоренного срока, который обозначен этим постановлением, документы не переданы, уже можно как бы обращаться в прокуратуру, обращаться в судебные органы и наказывать управляющие компании, которые препятствуют, собственно говоря, волеизъявлению жителей. Я прекрасно помню историю по микрорайону Солнечный, когда мне лично приходилось приходить в управляющую компанию вместе с жителями. Я знаю, как людей встречают. Я знаю, какие используют уловки для того, чтобы только не передать эти документы. Вот мы буквально паспорта на дом и другие документы выдавливали. Но мне кажется, что по большому счету вот в такие истории втравливаются именно активные жители, которые готовы и год, и два доказывать свою правоту. Хотя, с другой стороны, как человек адекватный, я понимаю, что долготерпение, долго длиться не будет. Прошу прощения за тавтологию. Но, тем не менее, рано или поздно любому активному жителю это надоест. Поэтому, безусловно, необходимо, наверное, анализировать вот эти, не то что прорехи в законодательстве, а какие-то пустые ниши, которые сегодня препятствуют людям свои законные интересы соблюсти. И, соответственно, направлять вышестоящие органы региональной власти, федеральной власти, чтобы они вносили изменения в законодательство. В том числе, я считаю, что это и задача будет этого общественного совета. Общественный совет. На какой информации будет базироваться его работа? Вот он собирается, он начинает создать проблемы. С чего он взял, что именно эти проблемы актуальны, именно по этим проблемам цифры достоверны? И жалобы, которые приходят, это не частные жалобы, а жалобы, отражающие, ну, реальную системную проблему. Это действительно реальные системные проблемы, потому что глава города давал поручение проанализировать полностью всю базу жалоб, которые касаются темы ЖКХ, были вычлены. Ну, просто валовая статистика такая. Да, абсолютно точно. Более того, я могу сказать, что вот в общественный совет ведь входят живые люди, которые представляют живые общественные советы домов. И здесь люди не понаслышке абсолютно чётко понимают и знают существующие проблемы. Поэтому вот в том числе и в конце каждого общественного совета, да, будет выдаваться информация по пришедшим жалобам, то есть, да, какой проблем людей интересует. Вот заседание следующего общественного совета будет посвящено как раз проблеме смены управляющей компании. Уже дано поручение Департаменту хозяйства проанализировать вот эти вот болевые точки, по каким причинам, как и почему люди не могут получить документы. Там же вот ещё есть одна такая сложность, которую... Только коротко, если можно, за 7 минут. Да, которую я не отметила. Дело в том, что управляющие компании сегодня, они вплоть до того, что идут на шантаж и говорят людям, которые получают субсидии, ну, это вот малообеспеченные, да, люди, это пенсионеры, они говорят о том, что вот вы всю субсидию не получите. И люди сразу начинают идти на попятную. Как для человека, который получает очень... Ну, либо пенсию, там, да, либо не очень высокую зарплату, потерять эти деньги. Для них это очень серьёзная сумма. Поэтому вот эти проблемы мы тоже в том числе и обозначили. И я думаю, что мы найдём механизмы, которые позволят, вот как бы, не позволять, в том числе и методами шантажа действовать. Ну, с другой стороны, я думаю, и просвещение обязательно должно быть. То есть нужно объяснять людям, потому что очень многие, безусловно, не разбираются в правовых вопросах. Наверное, они не должны этого делать. Вот. Но, тем не менее, какие-то базовые такие знания, мне кажется, у людей должны быть. Потому что собственность – это ответственность, я всегда об этом говорю. Ну, будем надеяться, что эти 12 минут нашего интервью были тоже каплей в дело просвещения наших жителей в части проблем жилищно-коммунального хозяйства. Елена Пензина была сегодня на гостях. Спасибо большое, что заглянули. Спасибо, что пригласили. Проблемы ЖКХ, конечно, будут обсуждаться у нас очень часто, потому что это одна из самых животрепещущих проблем. Но я напоминаю, что в следующий раз мы с вами увидимся в понедельник. Это будет программа «Акбулатов. Прямой разговор», снятая в Казани. До встречи.